Быть однажды обманутым нормально. Умный человек не допустит этого второго раз. И давайте не жить во лжи. И рано или поздно правда похоронит обман. Я в это свято верю. Лучше, чтобы при нашей жизни это произошло. Я сам искал эту правду все время. И поэтому давайте я хочу поделиться. Зачем надо ставить диагноз? Я из семи врачей. У меня все почти дома. Были всегда врачами. Есть, остаются врачами, кто остался. Так вот. Почему до сих пор проваливаются все ожидания всех Майданов? То, что люди хотят носить. Со временем первого Майдана мы требовали, чтобы народ получил власть и научился строить свое государство. Мы хотели положить конец коррупции. Все Майдане, оба Майдана были под ними лозунгом. Я был на боях, я как абсолютно почти все из вас. Мы все хорошо это помню. Правильно? И дело не в том, что человеческая натура, особенно натура политиков, она по природе коррумпирована. Дело в том, что сама структура никуда не годится. Украине не было построено за 25 лет после независимости государства. И то, что типа построили, тем, чем они все гордятся, они вот я это построил, я это сделал, типа говорят, я построил этот институт, я построил тот институт. Каждый что-то продает. Пургут нам продает. Каждый из них. Все это можно смело собирать и выкидывать на мусорную свалку. Ничего не построено. Давайте скажем, как оно есть. Вообще ничего не построено. Украинского государства, то, что они говорят, что они построили, этим государственным институтом цена нужд без палочки. Вы думаете, что... Надо сказать горькую правду. У нас будут выборы. И вы думаете, что если придет он, или она, или эти новые, они быстро не станут Порошенко, Януковичем, в лучшем случае Ющенко и Кучмой? Да станут еще как. Они уже готовятся им стать. Они уже договариваются заранее им стать. Вы что, думаете, что придут новые депутаты, и они сразу не станут там хомутынниками, там... разными, там, я не знаю, там, Левочкинами и так далее? Конечно, Бойко и так далее? Конечно, станут. Они уже... У них это заложено в генетическом коде, что они будут точно такими. И поэтому любые реформы будут обречены на провал, потому что вы понимаете, что на этом основании ничего не застроится. Вот сколько ни строя на песке, все равно оно все провалится. Поэтому Украина находится... Украина уникальная страна. Я всегда это повторяю. Но почему я считаю, что она уникальна? Украина находится в уникальной позиции для создания принципиально нового государства, которое может додать тренды, заслужить примером международному сообществу. Украина может стать самым интересным государством мира. Украине нужны не реформы. Реформы Украине безнадежно опоздали. Если мы делали реформы, когда бойцы Роуи делали в этой стране реформы, мы были бы совсем в другом месте. Когда поляки стояли у нас на рынке и просили мылости. Когда я приезжал, они меня просили докторскую колбасу им перевезти, три утюга из них, два на продажу. Вот тогда, если мы сделали реформу, мы бы сейчас дважды опередили бы Польшу. Но поезд ушел. Вот поезд ушел. Второй поезд реформы, когда Ющенко пришел в Украину, Кочинского, премьер-праведческая Кочинского провела очень хорошую реформу в Польше. Опять в Украине ничего не было сделано. Опять поезд ушел. Сейчас поезд ушел, и поезда больше не уходят из этого перона. Если даже поехать на поезде, он нас никуда не привезет. Нужно только лететь. Желательно на ракете, а не на самолете. Поэтому надо придумать совсем другое, а не очередной раз рассказывать про 145-ю реформу, которую на этот раз мы точно сделаем.